Положи над русей. Да, у меня всегда пример, и всегда так, как с мозга, когда я спрашивал у русских, почему. Я думаю, что многие русские сидят, смотрят и такие, вау, правда, типа, не задумываются вообще. Чё, нет лёгики, ребята. Я хочу писать. Hola amigos, bienvenidos, добро пожаловать в Espanol con Kike. Сегодня я в гостях у Джона. У него есть свой канал, Джон и Эва, они сделали кругосветку. Мы сегодня будем говорить о сложности русского языка. Ты уже сколько лет учишь русский язык? Мне кажется, будет 10 или 11. Ну, где-то 10, да. Я примерно тоже 10 лет, и тем не менее, мы нашли, в чём он сложный, и мы сегодня хотели рассказывать, что считаем, что это самое сложное, когда мы учим русский. Прямо вот одновременно выходит видео на нашем канале о том, как русский не настолько сложный, как может казаться. Так что будет ссылка в описании, можете перейти. Поэтому, пожалуйста, посмотрите второе видео, чтобы у вас была полная история, в чём сложно и в чём несложно. Первый пункт, который мы всегда знаем, это, наверное, будет падежи. Да, склонение вот этих существительных прилагательных. Когда начинаешь учить русский, это просто как взрыв мозга, типа, что, почему так много, всё окончание, всё меняются постоянно. Это очень сложно, потому что, допустим, когда ты учишь, например, даже английский, французский, итальянский, ты уже, наверное, через две недели ты уже можешь что-то говорить, да? А ты понимаешь, что, типа, даже, типа, сказать, я из Мексики, тебе нужно знать падежи, чтобы спрыгать. Поэтому даже самое васяное, в принципе, на русском не можешь правильно говорить, потому что тебе сразу придётся спрыгать. Я помню, в Мексике подруга учила итальянский, ты знаешь, через... конечно, зная испанского языка, но через месяц они уже начинали переводить песни, всё это, типа... На русском не знаю, сколько лет должен пройти, чтобы ты начал переводить песни. Я думал, что, может быть, я могу просто как-то невнятно произносить окончание, и люди поймут всё равно по контексту. Но я очень быстро понял, что русский слух, они очень чётко слышат окончание, и это очень важно. Может, полностью меняется значение предложения. Это, наверное, самое сложное, я бы сказал, в русском языке. Да, и ты знаешь, ты уже заметил, образ, который мы учим русский язык, очень сильно отличается, как сами русские учат. Нам научили как первый падеж, второй падеж, третий, потому что, конечно, тебе не больше касают винительный, родительный, это ещё больше напугает студентов, да, если такие названия. И я помню, что, когда я начинал, у меня был вопрос, я спросил друг друга, а как будет окончание на третий падеж? Третья? Это какое? Я не начинаю всё считать, и для нас как-то сразу... Да, это интересно. Когда ты обсуждаешь с русским человеком, ты задаёшь какие-то вопросы, у них очень часто бывает объяснение такое, типа, ну, кого что ли? Кого чего? И типа, в смысле... Это нечем не говорить! Почему? Потому что, я так понимаю, что по-большому что-то русские просто слышали, ну, так много раз эти слова, и как используют всё в контексте, что они знают. И как бы их родители просто повторяли, типа, нет, это не, типа, кому чему, это кого, чего... А мы сразу с таблицами как-то... А у нас сразу, да, всё сложнее, но на самом деле это быстрее, чем с детства, там, дети сколько там, два года ходят и слушают русский, пока не заговорят нормально. Иногда, мне кажется, русский не настолько логичный по поводу падежи, потому что я иногда уверен, что, допустим, это винительный падеж, и, хоп, это дательный падеж. Да, например, как чувство, да, у меня всегда пример, и всегда так, как в зависимости от мозга, когда я спрашиваю у русских, почему. Например, глагол «любить», «любить» или «ненавидеть», да, это как, типа, чувствуешь, да, ну, если ты испытываешь какое-то чувство, тогда должны быть кого? «люблю тебя» или «ненавидю», допустим, да, кого-то, да, а потом, когда ты говоришь, допустим, «совидовать», который, мне кажется, «сависть» — это тоже чувство, а вот, кому? Кому советуешь? Тебе. Почему? Нет лёгики, ребята. Или «дорожить» вроде кем-то, да, «дорожу тобой», да, вот это, я думаю, что многие русские сидят, смотрят это, такие, «Вау, правда». Типа, не задумываются вообще, но, типа, ну, очень часто такое, типа, «Почему?». На самом деле, я признаю, что очень много, которые я знаю на русском, это было просто наизусть. То есть я просто, я думал, нет логики, и я устал найти причину, почему так, просто будет проще мне, как физически и морально, а просто знать, что это так, и всё. Это выучи, да, как это ещё, вот это всякие исключения, как мы говорили, как на мосту, в аэропорту, всё это как-то. Ну, и даже, ну, это немножко другое, но предлоги, там, почему там в области, но на площади, ну, такие вещи, вот, в школе, на кухне, вообще непонятно, почему на кухне. Вот такие вещи просто нужно запомнить, и таких примеров очень много, что это, видимо, исключение, нет смысла иногда искать логику. Да. Это я заметил, и в русском языке, и в бюрократии русской, российской. Да. Люди иногда спрашивают, почему так? Я говорю, нет смысла, это не тот вопрос. Или бы то, а потому? Да, да, да. Почему так? Ну, потому, потому-то так правильно. Второе, я бы сказал, по сложности, это, наверное, глаголы движения. Я не знаю, в русском языке, как бы, когда люди русские учат русский, они их так называют, но это, типа, идти, ходить, ехать, ездить. Это самое главное, и там куча приставок. Что значит съездить? Это значит, что я куда-то поехал, вот, внимание, поехал, это значит, что на транспорте, да? То есть, может быть, самолет, машина, автобус, но не пешком, это будет сходить. Да. Вряд ли скажут, я сходил в Бразилию, и ты вернулся еще. В одном слове, я съездил в Польшу, я туда поехал на транспорте и вернулся. На транспорте? Да, на транспорте, да. И ты съездил в магазин или сходил в магазин, да? Вот такие вот примеры, вот, во-первых, сложно понять, когда ездит, когда ходить, например, транспорт или нет. Кстати, иногда есть исключение, ты можешь сказать, я ходил на уроке танцев, да? Ну, может быть, ты ездил на автобусе, но это не так важно. Главное, что ты там был. А в английском языке это глагол go. Это... Да, это гораздо проще, и тебе необязательно говорить людям, как ты добирался, на чем, да? Или на своих двух, или там на автобусе, на частном самолете. У нас больше приватности в этом плане, наверное. Когда я учился в университете, мне надо было встретиться с деканом, и мне сказали, он отошел. А вы знаете, я никак не понимаю, как отошел, вышел, перешел, ушел. Ушел, да. Я не понимаю, на самом деле, мне кажется, русский язык может быть настолько глубокий с этим приставками, которые, если я хочу сказать, он отошел, он отошел, но он отошел, но он отошел. А на русском отошел, все. Мне кажется, тоже на английском, да? Да, я помню, что... В принципе, по-моему, это так же, как вышел и ушел. Когда вышел, это подразумевает, что может вернуться, как бы, он может вышел покурить, да? Да. Ушел, значит, не вернется скоро, вот, может, сегодня не вернется, может, никогда, вот. Так много нюансов, даже если выучишь все эти приставки с разными глаголами, они немножко по-разному, как бы, влияют на значение, да. Это, это сложно. Один раз я был в магазине, я слышал, как они сказали, разучились, здороваться. И я просто понимаю все по контекстам, но чтобы я одно и то же сказать на испанском, это было, как они раньше были друзья, они поздоровались. Он обиделся, потому что этот раз не поздоровился, и он хочет сказать, что, смотри, нет, не здоровался со мной. Я думаю, какой он глубокий язык, на самом деле. Одним словом, да, разучили, ну, двумя, да. Да, но я на испанском не могу даже, если двумя словами. Мне нужно как минимум восемь. Следующий момент — это ударение. Когда ты долго учишь русский, обычно ты, как бы, я не знаю, по крайней мере, я думаю, в наших случаях мы меньше думаем об этом, но в начале это очень сложно. Говорят, вот, нет, говори не так, а так, типа, ударение другое. А как понять ли? Нужно открыть словарь, а вот в обычных словарях не написано какое ударение в других спряжениях, глаголах, например. Нужна какая-то отдельная книга, чтобы смотреть, где ударение на всех склонениях, на всех спряжениях. И в некоторых языках, как испанский, по-моему, всегда пишут ударение, если оно нестандартное. И, по-моему, греческий всегда будет ударение, а в русском языке практически никогда. И вот е и ё, например, с фамилиями. Даже русскоговорящие не понимают, там, я помню, у меня есть друзья, семья Лысенко, а моя жена говорит, нет, по-моему, наверное, должно быть Лысенко. Они говорят, нет, я их давно знаю, а все говорят Лысенко. Ну, да, это точно. Я до сих пор фамилии не могу произносить, потому что я всегда... Когда ты начинаешь понимать логику, всегда есть какая-то фамилия, которая не вспоминает логику, и всё, как-то разрушает, да? Это точно. Типа, я не знаю, как, не знаю, как Курникова, всё это. А потом я думал, ну, Иванова. Ну, нет, не Иванова, Иванова. Я говорю, почему? Ага. И Павлова. Ну, если я отчество, то Ивановна, да. Да, 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 да. И тем более, допустим, есть существительные, которые плавают, когда есть единственное число и множественное число. Например, поезд, ну, если много, поезда плавают, ударение, и это очень сложно. Я думаю, вот, я представляю, как русские, опять же, сидят, и они такие, действительно, как же, почему поезда? Есть места, дом, дома. Сидят и кушают там в Роллтоне и думают, типа, окна, окно, окон, как бы, всё одно слово тебе, что происходит с этим словом? И как мы учим это? Наизусть. Да, да, да. Нужно просто этот, как говорят, изубрить. Изубрить, по-моему, говорят, да. Мы начинаем учить русский язык, и он говорит, типа, я хочу писать. Но он имел в виду, я хочу писать. Ну, пишется одинаково. И вот, видите, понимаете, это разница ударения. Да. Полная картина. Конечно, преподавательность очень сильно изменялась. Потому что, ну, пожалуйста, ходить в Олег, типа, что? Да, этих примеров не так мало. Там, ну, замок, замок, мы вспоминали. Мука, мука. А ты знаешь, есть тоже такие слова, которые очень похожи. Положи на друзей. Это все хорошо. И положись на друзей. По-моему, наоборот, наверное. Положись, это хорошо. Положись, положись. Не, мне кажется, положи, это хорошо. Да? Ну, русские напишут комментарии. Напишите, да. Мне кажется, положи на друзей. Это хорошо, положись. Это значит, к черту, друзья. Ну вот, а если ты не прав, то это будет смешно. Да, ты хочешь сказать, типа, ты можешь положиться. Да, поэтому, на самом деле, такие нюансы очень много. И когда меняю полностью контекст. Не то, что ошибка, а не ошибка. Потому что оба правильные формы, и значение совершенно другое. Вот последнее, если мы не вспомним что-то другое, я хочу объяснить про образованность. Я это понял не сразу. Ну, русскоговорящие люди, Советский Союз, Россия, и даже, там, нынешняя, как сказать, система образования, можно сказать, достаточно качественная. И в России, говорю про Россию, потому что мы сейчас живём в России, 99% грамотность. То есть люди очень образованные. И я заметил, что, как бы, скорее всего, бомж на улице знает много стихов наизусть, и у него почерк лучше, чем у меня в русском языке. Это почти стопудово. Потому что наверняка, несмотря на то, что сейчас бездомный, он когда-то учился в советской школе, и он это всё знает. И куча, там, фильмов советских, и книг, которые прочитал. А вот по сравнению, в Бразилии, например, я когда учил португальский, я понял, что спустя три месяца, как я начал учить португальский, по сути, находясь в Бразилии, я сижу в кругу, вот, например, в круге или в кругу, не знаю, по-моему, в кругу людей, читаем вслух... Среди людей. Читаем вслух по очереди. И я понимаю, что я читаю лучше на португальском, чем некоторые Бразилии. И ты не такой уж странный, что ты не знаешь, там, стихи Пушкина наизусть, да? Так что, чтобы в русском языке добиться, прямо, уровня носителя, чтобы люди думали, что ты носитель вдруг... Ну, может быть, можно об этом мечтать, это очень тяжело. Потому что, как только поднимется тема, там, каких-то стихов, я, честно говоря, ни одно... как сказать, не знаю никакие стихи наизусть на русском. Когда-то я выучил там несколько, но... не знаю, но я думаю, что почти все русскоговорящие знают хотя бы там несколько штук наизусть. Я не думаю, что есть смысл говорить, что русский самый сложный язык на Земле. Ну, подожди, мы ещё не говорили по поводу правил пунктуации запитых, потому что это ещё самая история, которая даже с вами русскими, кажется, не знает все свои правила. Не будем трогать эту тему, потому что это... Трогая вот это, мы точно знаем, что русский очень сложный в этом плане. Имеет свои сложности, но его можно учить, как видите. Мексиканец, канадец. Говорим, вроде как понятно, по крайней мере, на русском языке. Да, поэтому, ребята, пожалуйста, скажите, что вы думаете, если у вас есть друзья, которые тоже иностранные и говорят по-русски, причём они говорят, что он самое сложное. Если... Я уверен, как Джон сказал, что, может быть, какие-то вещи вы даже не заметили, то как мы страдаем, когда учим русский язык, тоже пишите какие-то самые интересные. Или смешные моменты, да. Если вы хотите путешествовать, пожалуйста, посмотрите его канал, потому что там 33 стран, да, сказал, где можно... Да, да, вот в кругосветке уже 33, да. Да, это большой выбор, и вы можете там поделиться с опытом, что они делали. Спасибо, Джон! Да! 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 Субтитры создавал DimaTorzok